видео по материалам необходимым для работы каждого мастера по наращиванию ресниц уже записали и даже я выставила специальную ссылку по которой вы можете скачать этот файл со списком смело идете в магазин или делаете заказ в интернет-магазине абсолютно все из того что там указано вам пригодится в работе прочитайте обязательно мой пост он посвящен тому как выбрать помещение и там есть ключевые моменты на что стоит обратить внимание при выборе место для аренды а может быть для покупки или если вы работаете дома также найдете для себя некоторые полезные советы сегодня речь о необходимом оборудовании правильная организация рабочего места мастера это залог его успешной работы мастер должен быть обеспечен всем необходимым и соответственно сохранить свое здоровье а также позаботиться об удобстве своего клиента первое на что стоит обратить внимание это удобная кушетка удобная кушетка или кресло от чего точно стоило бы отказаться от кушетки старого образца они действительно уже совершенно неудобные некрасивые некомфортные и даже при условии что они оснащены различными подушками пододеяльниками и так далее различными аксессуарами они уже давно вышли из строя есть замечательные аналоги которыми можно и нужно их заменить это кресло реклайнер и анатомическая кушетка очень много из дискуссий и даже споров по поводу того что удобно для мастера или что удобно для клиента но к единому мнению никто никогда не придет и это нормально поэтому советую вам по своему усмотрению ориентируясь на свои особенности на особенности вашего кабинета на квадратуру может быть вашего кабинета на цветовую гамму на все что угодно сориентируйтесь сами нет определенного совета для клиента удобнее будет реклайнер или кушетка никто не знает ответ на этот вопрос я работала на всех трех и вообще на всех которые существуют виды кушетки однозначно как мастеру подстроиться под них можно но у клиентов абсолютно разные мнения на этот счет поэтому за всеми не угонишься лучше выбрать то что будет где-то посередине подходить и вам и вашим клиентам стул должен быть с регулировкой обязательно высоты с колесиками но без подлокотников стул должен быть удобной и позволять вам с легкостью перемещаться по вашей рабочей зоне и менять легко положение тела спинка для стула необходимо тогда когда вы будете чувствовать напряжение спины вы можете легко на нее облокотиться однако дополнительные подлокотники будут только вам мешать что касается света начну немного с другой стороны не о том как выбрать лампу для наращивания ресниц это второстепенный элемент все начинается с того что света должно быть много много во всем помещении в котором вы работаете когда вы правильно обустроите световую палитру количество световых приборов в вашем помещении тогда скорее всего вопрос о лампе не будет стоять так остро и не будет необходимости направлять яркий поток сильного агрессивного света прямо в лицо в клиенту это вызывает действительно раздражающий фактор какой-то в этом есть и кроме того усталость глаз мастера зависит от этого напрямую на протяжении уже двух лет я работаю без лампы практически крайне редко стараюсь ее включать но это все потому что в основном помещение достаточно света несколько есть рекомендации по поводу подбора лампы она должна быть напольная просто потому что это удобнее вы можете снимать разные ракурсы она надежно установлена на полу никакие механизмы прикрепляющиеся к кушетке или к столу никогда вас не подведут она стоит на полу и стоит также должна быть с регулировкой яркости и температуры света и это все о чем стоит беспокоиться при выборе лампы гораздо важнее обратить внимание на полностью освещение вашего помещения приобретите столик этажерку или тележку лучше на колесиках на ней вы будете хранить все необходимые материалы инструменты для работы планшеты бокс ресницы клей и так далее и обязательно возьмите шкаф в нем вы аккуратно можете складывать простыни и шапочки средства для дезинфекции например и прочие вещи они будут у вас спасены от пыли и солнечных лучей палетки для ресниц чтобы не устраивали в вашем кабинете хаос они будут также аккуратно лежать в шкафу подушка и плед для клиента тоже желательно приобрести даже не желательно обязательно это даст дополнительный уют и комфорт для вашего клиента не забывайте вовремя периодически их обрабатывать отдавать химчистку или просто-напросто стирать очиститель и увлажнитель воздуха при необходимости зависимости от того в каком климате вы работаете какого рода помещения какое время года вам может понадобиться либо один из этих предметов либо оба либо вообще ни одного поэтому проведите анализ своего кабинета место где вы работаете но увлажнитель все-таки чаще всего на рабочих местах можно встретить в посте по выбору помещения я яростно написала о том что ни в коем случае ваш рабочий кабинет не должен располагаться в подвальных цокольных помещениях а также нужно чтобы было окно для проветривания если не будет окна проветривания и будете сидеть в подвале никакой очиститель никакой увлажнитель вас к сожалению не спасет также важной составляющей является обстановка в кабинете расположение предметов мебели цветы и растения музыка декоративные элементы виды подсветки цветовая гамма все это и прочее на ваш вкус ваши финансовые возможности позволят вам и клиенту чувствовать себя комфортно и уютно с радостью приходить на работу и с радостью с нее уходить